Манчестер Сити и Астон Вилла Манчестер Сити словно забыл, что играет на своем поле Первый тайм прошел полностью под диктовку футболистов Астон Вилла Которые изобили единственный в первой половине встречи мяч Уже на первых минутах упустил реальнейший шанс отличиться Маркус Албек В общем-то не стал сближаться он с Дэвидом Симоном, а зря в этой ситуации Возможно это стоило сделать Но это была не первая и не последняя голевая ситуация у ворот бывшего вратаря Арсенала В общем-то центр поля, как ни странно, был перехвачен футболистами Астон Виллы И теперь уже Хуан Пабло Анхли атакует в ворота соперника Но мяч задевает сетку разве что с внешней стороны Дэвид О'Лири, который уже одержал со своей новой командой первую победу в новом сезоне В общем-то после первого тайма, видимо, рассчитывал на повторение успеха Ну а вот одна из редких атак подопечных Кевина Кигана Которая завершается контратакующим наступлением в исполнении футболистов Астон Виллы И вот сейчас бросит штрафную площадку на весную передачу И здесь Хуан Пабло Анхель на 30-й минуте, колумбийский нападающий Открывает счет в матче, что в целом выглядело закономерно и в том, той игре, которую демонстрировали обе команды Английский режиссер акцентирует внимание на том, был ли офсайд в этой ситуации Возможно, на полшага все-таки залез в офсайд Ангел Однако рефери не среагировал на этот эпизод А вот к воротам рвется Стив Макманеман И, в общем-то, такая нелепая ситуация получается Вроде как, братарь Астон Виллы Томас Соренсон уже овладел мячом Однако Стив Макманеман невольно его выбил пяткой Но, сам того не ожидая, в общем-то, упустил остроту в этой комбинации Таким образом, Астон Вилла в первом тайме выигрывал со счетом 1-0 Однако на вторую половину встречи Манчестер Сити вышел полностью преображенным Совершенно другую команду увидели болельщики в этом матче И на 47-й уже минуте проход штрафную площадку Стива Макманемана По ходу этого прохода экс-полузащитник Мадридского Реала обыграл сразу троих соперников Завершилось тем, что были нарушены правила Игра рукой и Николя Аннелька безупречно реализует этот 11-метровый удар Даже несмотря на то, что Томас Соренсон угадал направление удара 1-1 на 47-й минуте Ну и Аннелька стал настоящим героем Главным триумфатором этого поединка Может быть наравне разве что со Стивом Макманеманом Уже через две минуты после того, как Манчестер Сити сравнял счет Штрафной зарабатывают подопечные Кевина Кигана И к мячу подходит Микаэль Тарнат 18-й номер Манчестер Сити, славящийся своими дальними ударами И на этот раз вот это вот качество немецкого футболиста было реализовано Второй мяч за Манчестер Сити проводит Микаэль Тарнат И на этот раз он увеличивает преимущество Манчестер Сити до второго забитого мяча Такое ощущение, что немного мешало в этом эпизоде солнце галкиперу Астон Виллы Томасу Соренсону Ну и также нельзя отметить другое обстоятельство Слишком далеко от линии ворот вышел галкипер Астон Виллы в этом эпизоде Ну и снова в атаке футболиста Манчестер Сити И здесь Шон Райт Филлипс демонстрирует чудеса техники Отдает передачу на Сунджихая Против которого грубо играет защитник Астон Виллы Пит Витингем, 17 номер И снова судья должен прибегнуть к назначению пенальти Что и делает арбитр Хелси Пенальти, ну, реализовывает его, естественно, Николай Аннелька Это главный исполнитель 11-метровых ударов в составе Манчестер Сити 3-1 на 67-й минуте Ну а вот после этого блестящего прохода В исполнении французского нападающего И не менее шикарного удара Счет становится окончательным 4-1 победа Манчестер Сити Отметим вот эти ложные движения На замахе убрал он защитника С предполагаемой траекторией полета мяча И нанес удар, выверено в угол 4-1 победа